МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зачем такое время выбрали для программы? Нет бы летом, когда все яблони в цвету. Нет, надо зимой, времена не убирают. Ростишь его, ростишь. А потом эта елочка раз и в другой дом уходит. Это ж как тебя другие лошади не любят? Представляю. Мы так тоже на телевидении иногда с девочками. Я скажу, нет, я скажу. А с мальчиками еще хуже бывает. Я когда что-нибудь спрошу, я захожу очень так особенно, издалека. Знаешь, типа, мой дорогой, ты знаешь, мне так холодно в этом пальтишке стоять, говорю я. А ты как-то ножкой тыц-тыц. Так бить в стеночку никто ничего не даст, понимаешь? Осторожненько, нарцисску сейчас нальешь. Прервали в полет, понимаете, мысли. Лотос, прости, но Ронни, Ронни, мой герой, но ты тоже очень хорош. Такой, знаете, запасной вариант, как говорится. Проследуем к шишкам. Хорошо, если он мудрый, меренно, бывают разные. Но у нас ролей-то нет, это же я, Света Боровская, с вами. Скажи, Света. Света. Света, ты молодец, ты круто разговариваешь. Ну, так. Доброе ранец, Беларусь, это субботнее утро, 19 декабря на календаре. И это канал «Беларусь-1» и спутниковый телеканал «Беларусь-24». Это утро проведу с вами я, меня зовут Светлана Боровская. По всей стране сегодня откроются елочные базары. Сегодня 19 декабря. И мы начнем с того, что увидим, расскажем вам и познакомим с людьми, которые выращивают этих самых новогодних красавиц. Потом мы отправимся полюбоваться на невероятной красоты скакунов. У меня есть свой фаворит, его зовут Ронни. Ну и, конечно, поедем в гости в прекрасную семью с фамилией Чайковский. Так, проследуем к шишкам. А почему обычно, когда на дачных участках, мы видим шишки маленькие такие, а вот такую большую прям не вырастить? Ну, разные породы. Если сосна обыкновенная, допустим, либо сосна горная, то да, шишка там намного мельче. Это в зависимости уже от вида растения. Скажите, но вот вы собираете... Я понимаю, что это центр, так сказать, хранения всех наших лесов. Вы думаете, откуда себе так леса сами себе растут? Они, конечно, растут, но их еще, видимо, с даброй будут и выращивают. Иногда очень хочется сорвать ветку, и я думаю, что я не одна такая желающая, но этого делать нельзя. А когда хочется веточку одну раз, шишечкой, поставить себе за окошком. Вот именно с такими шишками в лесу не найти. А где вы берете такие шишки? Шишки нам привозят в лесхозяйственные учреждения. Да. Мы их перерабатываем у себя. Но... Ой, пойдемте поможем переработать. Девочки, я к вам иду. Вот у меня хорошая профессия. Я немножко могу поработать в любой профессии. Слушайте, ну хорошо вы дружненько не поете, тут нет частушки. А что поете? Под настроением. Ну, например, вот я сегодня едем в нашей машинке, я водителя прошу, Женя, спой какую-нибудь мне песню. Он говорит, не, ну я так сразу не готов. Так вот, что мы тут делаем, скажите? Давайте я вам тут что-нибудь поперебираю. Стартируем. Стартируем. Смотрите, по мне так все красиво. Мне, конечно, сразу приходит песня в голову. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой, летом... Какая она была, я забыла? А, стройная. Да, ведь забыла, когда это было. Стройная, зеленая была. Ты что, выбрасывай вот это? Да, это сюда можно выбрасывать. А там куда летит? Ну, куда-то летит. Знаете, вот когда такой большой коллектив, можно перебирать, а можно и сычкануть, мне так кажется. Ну, не переработаешься. Нет, ну это я еще учу, конечно. Да, соответственные работники. Вот это важная фраза, она обязательно войдет в программу, Саша. А вы знаете, что, вот вы меня сейчас проинструктируете, как перебирать шишки еще. Вы же как такой бригадир у девушек. И, а вы знаете, что варенье делают без шишек? Меня обращали, очень вкусно, только из маленькой. Ну, это да, это еще зеленых шишек не до спрятали. Да, да, очень вкусно. С таких уже не сваришь, к сожалению. С основных шишек. Да, 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 из маленьких, да. И очень красивое оно получается, такое прям, как мед, как янтарное. Как перебираем? Девочки мне уже рассказали, мы вы же бригадир, как говорили. Да, в данном случае сортировка шишек идет, отбираются поврежденные шишки, недоспелые. В данном случае, видим, шишка повреждена повредителем. То есть, если ее разломать, можно увидеть даже плечинки. Но она такая уже замокрелая такая уже. Ой, 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 фут. Второй момент, когда шишка сильно засмолена, в таком случае она тоже не раскроется. Идем дальше песню в следующий раз тогда. Спасибо, хорошего вам дня. Саша, вот смотрите, сейчас мы куда идем? Шишки мы увидели, как сыпется, красиво, как девочки работают. Семена полученные из шишек переработаны. Да, из этих шишек уже весной будут выселаться в кассеты, выноситься в тепличный комплекс, выращиваться вначале в теплице, потом на полях доращиваться. Поняла. Слушайте, так это же огромное количество елок. Ну, выращиваем порядка 7,5 миллионов штук. А в перспективе планируем выйти порядка 10 миллионов штук. Посадочный материал в год. Пойдемте, мы куда идем? Сюда, сюда. Куда, вы прям видите нас, да. Слушайте, а как же сейчас, очень много людей ставят искусственные елки же. И даже я иногда грешу этим делом. Искусственные, да, мусора меньше, но аромата нет. Да не могу аромата. Вот родители, я помню, всегда эту елочку тащат. Ну, знаешь, вот как-то раньше были такие худоватые елки, а вот сейчас такие вы выращиваете красивые, лапка к лапке. Самые лучшие новогодние ели выращиваются на новогодних плантациях. Это холодильные камеры, где хранятся уже посадочный материал, упакованы. Немножко погреемся в холодильной камере, потому что по сравнению с ней на улице, как это, тайга, километры высоты в Сирии. Такой мороз, такой мороз, это вообще. Ну, почему бы такое время выбрали для программы? Нет бы летом, когда все яблони в цвету. Нет, надо зимой. Ой, смотрите, я все вижу. Смотрите, как я все... Да, здесь упакованные они уже для нас. В данном случае это, правда, сосна. Сосна? Ой, я люблю сосну даже больше, чем елку. Для чего они вот тут лежат? Так как центр, основное направление выращивания посадочного материала для цели лесовосстановления, то есть для создания новых лесов, поэтому выращивается посадочный материал с закрытой корневой системой. При посадке лучше переживаемость, нету стресса у растения. То есть для лесовосстановления намного лучше, чем с открытой корневой системой. А вы любите свою работу? Люблю. А чего вы ее любите? Вот что вам тут? Ходите, мерзнете, елки кругу, поговорить не с кем? Ну, своя специфика тоже. Лес, романтика. Романтика. Вот я согласна. А я помню, мне однажды говорила одна женщина, взрослая, вот увидишь красоту какую-то, задержись, посмотри на красивую ветку, на красивую птицу, А здесь, посмотрите, сколько она красоты. Можно в одной ветке только встать и стоять на нее, любоваться, и смотришь как-то, и гармония. Романтик, Саша, да? Какой-то с терпением. Да. Красатиша. Ой, какие малюточки. Ну что? А, смотри, их нельзя взять по одной штучке? Ее можно, но сейчас, в настоящее время, примерзла. Вот такая кассета у нас получается, 64 ячейки. А я думала, одна такая маленькая, подумала, а можно купить у вас только одну маленькую, чтобы сорвать ячейку такую, посадить? Нет, кассеты много разного до 10 лет использования, кассеты, ребят. Да не об этом, Саша. Какое оно нежное, большое дерево превратится, как маленький ребеночек. Так, ростишь его, ростишь, а потом эта елочка раз и в другой дом уходит. Ставим. Так, ну эта елочка будет еще год доращиваться. То есть два года мы ее выращиваем. Ну, только первого года. Это не долго, это же не 25. Да, а вот дальше сосна стоит. Ой, я сосну, прям люблю. Вот это с большими иголками, большими ветками этим, как реснички у девочек большие. Так вот елочка, вот эта елочка однажды. Ну, у меня все, все елка, да. Да, сосна. Так вот эта сосна, возможно, когда-нибудь, вот вы себе еще даже не поженились. Вот идет парень на танце, встречает девушку, говорит ей, дорогая, какие у тебя красивые глаза. Потом проходят годы, она наконец-то соглашается, у них рождаются дети. И однажды вы приходите и покупаете, например, к вам приходит вот эта елочка, которая когда-то здесь росла. И много-много радости вам принесет, я уверена. Я вам этого желаю. Ставим, Саша. Ага, по месту. Посмотрите, какую мы выбрали елку для семьи Чайковских. Мы поедем к ним в гости. Сегодня это многодетная семья, но они пока об этом не знают, когда будет сюрприз. Посмотрите, веточка в веточку, просто как вырисованы. А это все настоящее. Саша, окоченевший романтик стоит с красивой фамилией Апсида. Но, знаете, это сюрприз для семьи еще впереди. А пока это сюрприз для нашего водителя. Будем грузить сейчас. Света и елка. Поддержинском есть такое особое место, где живут особые лошади. Это совсем не те лошадки, которых деток катают на праздниках. Это спортивные лошади. Их специально готовят, их холят, левеют, воспитывают. В общем, мы сейчас с ними познакомимся. Это красота неописуемая. Красота неописуемая. Здравствуй. Как тебя зовут? Обязательно, он сейчас мне человеческим голосом говорит. Здравствуйте, инвалидная. Здравствуйте. Здорово, без вас знакомлюсь. А как? Ой! Он любит. Это артикул. Но все мы его зовем Веснушка. Веснушка? Нет, как-то артикул покруче. Покруче. Веснушку, чего он так мне хочет мне? Это он попрошайничает. Да вы что? Эй! Ой! Айна, у меня ничего нет. Ну ничего страшного, это он просто попрошайничает. А что надо было ему сейчас дать вообще в идеале? Ничего, потому что ноги эти тогда на землю ставить не будут. Ой, слушайте, да какие ж мы дрессированные. Ты знаешь, я когда что-нибудь спрошу, я захожу очень так особенно издалека. Знаешь, типа, мой дорогой, ты знаешь, мне так холодно в этом пальтишке стоять, говорю я. А ты как-то ножкой тыц-тыц. Так бить в стеночку никто ничего не даст, понимаешь? Он понял и пошел. Елена Валерьевна, ну пойдемте, показывайте хозяйство, красоту свою. Ой, мяу, черная кошка, но мы не боимся. Она нам ничего не перебежала. Ой, Галя. А Галя есть? Галя дома? Галя гуляет. Галя гуляет. Слушай, Лёва такой, она же Лёва, ей надо много гулять. Лёва тоже гуляет. Лёва гуляет с Галей. О, какая краса. Здравствуй, Ронни. Ронни, ну вот красивая лошадь, красивое имя. Ты гигант, ты красавец. Боже, какой ты богатый, как тебе мама такого родила. Это ж как тебя другие лошади не любят, представляю. Понимаю. Боже, какие же они красивые. Вот так посмотришь, и вот есть совершенство в мире, да? Вот всё-таки природа совершенна, и лошади тоже. Ну, и селекционеры тоже работают. Да? А, и здесь люди поучаствовали золотыми руками. Не видно. Ой, какой к нам двигается. Ла-ла-ла-ла. Я, как это, я не трус, но я... Ой! Не-не-не, он очень добра-нравный. А, это мой ревнует. Видишь, мой ревнует. Ну, знаешь, я немножко тебя боюсь. Нет, он меня никогда не укусит. Он, правда, очень замечательный. Ронни не ревной. Этот тоже хороший. Вот как тут, как видите, какой богатый выбор. Трудно остановиться, как говорится. Да, это тоже очень хорошая лошадь высокая. Ну, да, ты, прости, как его зовут? Это у нас лотос. Лотос. Прости, но Ронни, Ронни мой герой, но ты тоже очень хорош. Такой, знаете, запасной вариант. Ой, ты красавка. Да, и тебя стригут прям парикмахеры, наверное. Я боюсь тебе палец подносить, боюсь. Да, он ласковый вполне себе. Правда? Ну, вот... Да, это украшение. Вот, знаете, вот я не люблю, когда меня руками трогают. И он, наверное, не любит, когда его руками трогают. А лошади любят. А лошади любят? В принципе, если лошадь работает со садиком, она ищет контакта, взаимопонимание, она очень-очень нравится. А вот это прям белесое, да? Говорят, кони в яблоках есть похожие расцветки, да, бывают такие серо-белые в яблоках? Ну, вообще-то кони в яблоках – это молодые серые лошади. А потом уходят яблоки? Вот растом они, да. А, осыпаются яблочки. Ой, это жеребец тоже, да? Это Мерина. Ну, да, Мальчик. Подождите, а Мерина жеребца отвечает? А тут, который в состоянии воспроизводить потомство. Молодой парень. А Мерин, знаете, бывает такой сивый Мерин, а хочет сделать вид, что он тоже… Ну, тут, который… Вот, а он Мерин, понимаете? Хорошо, если он мудрый Мерин, а бывают разные. Вот это я уже и про лошадей, и про жизнь, конечно, вам говорю. Ой, ну ты красавец. А ты выглядишь прям молодым. Очень обманчиво, я вам скажу, очень обманчиво. А скажите, вот есть же характер у лошадей тоже. Вот какая самая добрая и какая самая вредная здесь? Слушайте, ну у него у всех характер. Есть добрые лошади, есть, конечно, строгие лошади. Все зависит еще, конечно, от пола, если это жеребец. То он брыкас такой, брыкас. Он просто будет все время с тобой решать вопросы, кто главный. Ты главный, ты главный, все, ты главный. Он должен быть готовым. Если это кобыла, у них немножко другие цели и задачи. Ну, все как в жизни, знаете, все как в жизни. Мы говорим, ты главный, все, ты главный. Но как это, в семье как это? Один прав, а другой муж, да? Или другой жена. В общем, я все перепутала, но вы поняли, да. Она куда-то к нам идет. Нет, иди сюда. Ой, ой, я немножко боюсь. Постой. Ой, подождите. Все приезжают к нам? Можно я до операторов? Один раз в жизни снималась в кино. Это было в Туркмении очень давно. Меня выбрали самую спокойную лошадь. Но она не то, что была спокойная, ее разогнать не могли. Она прям спала все время. Есть же такие характеры. Да, вот она была такая вялая. А есть норовистые? Ну, обычно лошадей вялых, спокойных. Они есть спокойные. Их используют в детском спорте, их используют для любителей. Они безвредные, они милые, добрые. Но это не спортсмены. Ой! Красотки, да? Слушайте, ну нет больше красоты. Просто какой-то табор уходит в небо. Ой, нет, это же цыган. Что это я пою? Ну, туда тоже можно, как говорится. На мой хороший, на мой котенок. Пойдем, пойдем, пойдем. Не бегут. Вот так по заказу, понимаете, никто не бегает. По заказу. Вот так раз, а они не хотят бежать. В общем, не сбавляя темп, мы отправляемся в детскую юношеско-спортивную школу. Бодрая у нас сегодня будет зарядка. Пойдем. Тихонечко, тихонечко. А мне не осталось красочки. Тимофей Чайковский. Не подведи фамилию. Давай. Слушайте, я не могу на это смотреть. Немного надо сказать мне, Света, и ты иди сюда. Ему можно. Вот это у нас тоже остается. Миша, ты можешь делать нормальное видео? Саша, такая длинная сразу в этом. Давайте что-нибудь такое фееричное напоследок нам покажем. Давайте. Доброй раненцы, Беларусь. Доброй раненцы, Беларусь. Доброй раненцы, Беларусь. Доброй раненцы, Беларусь. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег Павлович. Здравствуйте. Можно немножечко поучаствовать в тренировке? Олег Павлович, вот мы прошли по хорошему, добротному, большому спортивному залу. Вот пришли сюда. Это называется зал для... Зал единоборства. Для единоборства. Да. Вот ребята и одна приветственная девушка, они занимаются дюдом. 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 Ну, смотрите, это ребята же, наверное, не любители, это спортсмены. Ну, да, я здесь уже ребята... Титулованные есть уже. Какие есть у вас победы? Алена – призер республики. Да, хорошо. Призеры области, победители области. Алена, ну а с кем же тебе тут драться? Тебя же все мальчишки будут нежно к тебе относиться. И что будет? Не, мы все на равнеговорище. Правда? Да. А ты вот можешь с кем из ребят бороться? Вот есть побольше, тебя есть поменьше. А по весу важно кто с кем? Да. По весовой категории, да. А вот у тебя кто весовая категория? Например, здесь, ну, у Саши и Давида. А можно с кем-нибудь, Алене? Ну так тихонечко. Нос не разбивали никогда? Ну давай, это самое. Давид и Алена. Ну я за Алену болею. Уж прости меня, но я за Алену. Я за девочку. Ой, как сильно ты его штукнула. Отгинай, Петро. Давай, переднюю. Наверное, ты поддался. Слушайте, я не могу на это смотреть. Подождите, давайте остановимся. Один на один пока. Правильно я поняла, Олег Павлович? По звуку это было что-то ужасное. Вам совсем не больно? Нет, нет. Мы пользуемся страховкой. Как только приходим в секцию, мы акцент делаем на падение. И страховку. Сама страховка и страховка. А как это страховка? Вот покажите самое простое что-нибудь. Давай, Алену, покажи. Вот сейчас снег, мороз, девочек, каблучки. Падение на левую сторону, на правую, назад, вперед. А, рукой лучше всего. Да, рука прямая, только не согнутая. Если согнутая здесь, в локтя, значит, сюда пойдет. У меня знакомая сломала руку. Рука прямая. А, только прямая рука. И под углом где-то 45-45 градусов перепадение. Подгородок прижимается к груди, чтобы затылком не... Это самое, не ударится. Поняла. Рука напряжена. Ага. Это важный рецепт нам дали сейчас. Чтобы была одна плоскость со спиной. Давид, а как ты вот чувствуешь с Аленой, ты дерешься? Ну, она же девочка. Или в спорте девочек и мальчиков нет? Есть спортсмены только. Есть спортсмены. Да? Ну, а бывало, когда что-нибудь заденешь, Гершаленка? Ну, ты меня извини. Я тоже... Бывало такое, да? Да. Так, давайте, сейчас. Задний подмуж. Есть какие-то упражнения просто для тела, вот с утра, чтобы человек чувствовал себя хорошо и косточки не трещали? Ну, есть для самого упражнения. Такие вот для всех. Вот не для спортсменов, для всех. Ну, как бы вообще назвать. Могут титулованные спортсмены нам показать? Давайте, ну, подожди сюда. Ну, например, это самое. Для размыки шейного отдела подмужчика потихонечку. Даже на движении все плавные быть. Также это самое. Наклончики в левую сторону, в правую, в зад, вперед. Вот хочется все время быстро это делать. Это надо делать медленно. Потому что если резко, при том, когда вы с утра встанете, может быть ущемление, пойти это самое, и все, и будем ходить. Да, хочется быстро. Те же плавные движения, круговые. В одну сторону, в другую. А потянуться обязательно? Наклончики тоже плавные, плавные. Только, чтобы проснулись. Вот, вперед, назад, влево, вправо. Будут смотреть на тебя твои близкие и думают, солнышко мое, такое красивое, упражнение показывает. Потому что мы же всегда умиляемся, когда видим детей. Даже в таких больших. Давайте что-нибудь такое фееричное напоследок нам покажем. Давайте, кувырочки еще пошли. Давайте, кувырочки. Олег Павлович, спасибо, что отпустили в святую святых, в ваше закрытое в данный момент пространство. Берегите своих воспитанников. Не будем мешать, поедем дальше. И желаю много медалей и просто много здоровья, чтобы у вас были силы. Это же тоже воспитание, это не просто спорт. Конечно. Поэтому сил вам, удачи, успехов. И передавайте привет своим родителям, ладно? Вы у них замечательные. Спасибо. Все вам тоже здоровья, успехов. Спасибо, что посетили нас. Всего доброго. До свидания. Ну вот наш сюрприз. Мы доехали до семьи Чайковских. Многоодетные семьи, вот с такой красивой фамилией. Вот наш подарок. В общем, мы не знаем, не знакомы. Все будет на глазах у вас, как всегда, в нашей программе. Пойдемте. Здравствуйте, семья Чайковских. Ой, как красиво. Смотрите, что принесли. Дети, вот она нарядная на праздник к вам пришла. Я приехала. Давайте знакомимся. Вы Полина. Да, я Полина. Вы такая молодая, красивая мама. Боже мой, какие красивые детки. Давай, тебя как зовут? Меня зовут Света. А меня Света. А тебя как зовут? Миша. Миша Тимофей. Как тебя зовут? Степа у нас. Степочка Бояшка. Матвей. Матвей. Надя, слушайте. Так у вас что, четыре сыночка и лапочка-дочка? Как вот в таком мультфильме. Да. Вот уж. Лапочка-помощничка. Лапочка. Какие красивые глаза. Слушай, мне помогает. Коль. Ну, конечно, помогаешь. А ты можешь мне помочь колючку елку принести? Понесем. Тихонечко. 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 Класс. Вы же несете себе новогоднее счастье. Вы загадываете желание под елочкой Деду Морозу? Расскажите мне. Да, я никому не скажу, что я себе хочу. Не сказать никому, но, может быть, это и должна быть тайна. А ножнички у тебя есть? Мы сейчас разрежем ее. Давай. Слушайте, так она же у вас полкомнаты. Да, конечно. Надя, расскажи, сколько кому лет. Два, семь, пять, четыре, девять, шесть. А мне шесть. Мне шесть. Как это по порядку рассчитаешь, называется? Девять. Девять, семь, шесть. Почему я сам хотела? Четыре, два. Сам хотел, скажи тогда самку. Я в каком классе? Надя в третьем. Я во втором. Я в первом. Степан в саду. Смотри, в саду. А вы оба такие, видимо, главные, я так понимаю, в семье. Нет. Нет. А кто у вас главный? Она первая родилась. Вот учитесь, дорогие мальчики и мужчины, когда вот такие настоящие джентльмены говорят, кто главный. А главный у нас Надя. А еще мы с Мишей всегда сомимся, но через несколько секунд уже играем. Слушай, а ты знаешь, я заметила, что вы все время ссоритесь. Ты молодец, что ты сам рассказал все по-честному. Потому что мне показалось, вы говорите, я скажу, нет, я скажу. Мы так тоже на телевидении иногда с девочками. Я скажу, нет, я скажу. А с мальчиками еще хуже бывает. Да. И что, значит, вы потом поменим. А вы делаете так, дай пятый палец. Нет, мы никогда. Давай, давай, я вас научу. Мир, мир навсегда, ссор, ссор, никогда. Нет. Мы просто с Мишей берем и играем на что-нибудь. А еще можно делать так, так же тоже пальцем. Мирись, мирись и больше не делись. Раз, два, три раза сказал, больше не ссоритесь. Целый день. Он не умеет свистеть, он даже ссор как-то не умеет. Ага, я его на велике начала копаться. Вот именно. А расскажите еще, как зовут вашу красивенную собаку? Стив. Стив, Стив, это же такой должен быть. А у вас такая просто хорошая собачка. Это Стив, он умный. Ну, есть еще Стив из Майнкрафта. Модок. А, точно, я же совсем не знаю, дикая, понимаете. А сейчас мы, вы знаете, куда пойдем? Пойдем раскрашивать печенье. Мы привезли такую краску пищевую. Да, глазурь такую. И будем сейчас, я сама ни разу этого не делала. Полина, что это за печенье там? Это имбирное рождественское печенье. Миша тоже надо. Мне денег. А у меня... Мне зовут Света. Скажи, Света. Мне он говорит, у него велик. Света. Света, ты молодец, ты круто разговариваешь. Можешь. Можешь сказать мне, Света, и ты иди сюда. Не можно. Мы с Мишей иногда любим подраться. Тима. Да. Полина, ну у вас такой горячий парень, ну что делать? Слушайте, ну в хорошем смысле, таких красавцев так называют, как ты. Ну что, смотрите, вот краски, которые уже нагрели. Это пищевая краска. Белый вот этот. Тебе вот этот цвет, выбирай. Мне белый. Белый, пожалуйста. Голубенький. Голубенький. А мне не осталось красочки. А только было пять. Слушайте, а вы можете нарисовать, а потом дать мне нарисовать. Все, до свидания, мама, скатерть. Уже у нас на скатерте красочка. Да не, я нарисовала. Да, очень красиво. Можешь мне дать, я хочу тоже нарисовать. Дай мне зелененькое, я очень люблю зеленый цвет. Так, нет, на этой рыбке я могу промахнуться. Вот, я беру сердечко. Смотри, я буду солнышком. Голубенький свет. Оп, оп, оп. Крисичек. Так, вот такое вот солнышко. О, надо детям великого возраста на своем под елку положить. Представляете, они от вас ждут айфоны, машины, велосипеды. А вы им раз, пять тюбиков и печенька разрисовываете, деточки. Вот они будут рады. А кто-то будет рад. Я буду. Ты будешь. Умница моя, говорит, я буду рад. Ой, слушайте, очень красиво все сделают. Будем пробовать печеньки? Да. Ну, давайте. Ну, пусть выбирает каждый себе и съедает его. Мне вот это. Тебе же большое вот это, да? Большое. А потом, дети, пока мама не слышит, вы можете раскрасить себе носик, щечки. И будет очень интересно. Ребят, ну что, доставайте коробки с игрушками, и мы будем украшать елочку. Вот ее установили. Ой, загадываю желание, чтобы все люди были счастливы. Какое стихотворение будешь ты рассказывать? С веревочками давайте. Про елку. Загадай желание сначала и рассказывай, как вас учили в садике, в школе. Как это говорили, громко с выражением, да? Ну, что-то из этой серии. А потом, знаешь, как тебе будет приятно на себя смотреть? Ты сидишь себе, и все твои братики, и Наденька, а ты говоришь, а видали, какой я смелая? Вы все молчите, а я раз и со стишками. Я так всегда делала, ты знаешь? И вот поэтому всем... Может, кто под рукой? Миша, давай. Вот я тебя понимаю. Надя, ты знаешь? Не хочешь? Я хочу разобраться. Ты давай, пошли. О, Тимофей, давай. А Миша пока на тебя. Ну, хорошо. Давай, о, Миша, подожди. Давай, а ты видишь... Последний декабря, сладко под елкой, и игрушки не хотят больше спать на полке. Раз, два, раз, два, три, ну-ка, елочка горит. Раз, два, раз, два, три, как красиво, посмотри. Молодец! Умничка! Молодец! Матвей, иди сюда. Будешь песню петь с Надей. Давайте весело и задорно. Давай. Главное, очень громко. ПЕСНЯ 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 ПАПА пришел. Нам очень хотелось вас увидеть, с вами познакомиться и увидеть, кто же отец всех этих прекрасных детей. Скажите, вот вы пришли с работы, а тут шум, гам, елка. Хорошо, шум, гам. В принципе, как обычно. Когда вошли, мы ведь не знали вас лично, когда приходили. Мы очень благодарны, что вы нас приняли в гости. Еще хочу сказать, что у вас удивительная жена. Вы, конечно, ее сами выбирали, я понимаю. Или она вас, это не важно. Но она такая красивая и такие прекрасные дети. Слушайте, я так мечтаю, чтобы вы прожили очень большую-большую жизнь. Что вы прожили больше ста лет и выросли ваши дети. У каждого было столько же. И однажды вы сделали такую фотографию, которая вот просто на эту стенку с трудом уместится. Я вам этого желаю. Берегите свою семью и спасибо, что вы просто есть. Вы тепло в душе, когда у вас в доме. Спасибо. Миша, машем. Миша, финальный золотой. Финальный золотой, давайте еще раз. Давайте. Три-четыре. Три-четыре. С наступающим Новым Годом! Миша, ты можешь сделать нормальное лицо? Вот это надо тоже оставить. Миша, ты можешь делать нормальное лицо? То есть такая жизнь. С наступающим Новым Годом! Машем, машем. Спасибо. Ой, какие же они прекрасные. Семья Чайковских и вообще все люди, которых мы встретили. Вот такой прекрасный день мы провели в Держинске и его окрестностях. Вот такое прекрасное утро вам показали. И эфир получился каким-то праздничным. Возможно, не потому, что мы наряжали елку, хотя и поэтому тоже, а потому, что мы вновь познакомились с удивительными людьми, которые очень любят свое дело и при этом счастливы. Ждите нас в гости. Мы обязательно увидимся. И всего вам доброго. Остыли реки, и земля остыла, и чуть нахоклились дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. И уносят меня, и уносят меня, змеящие в снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, Три белых коня, зима, и льва, и сыпь рай. Зима раскрыла снежные объятья, И до весны все дремлет в дух. Только елки в треугольных платьях, Только елки в треугольных платьях, И на свечи все бегут, бегут, бегут. И уносят меня, и уносят меня, Змеящую в снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, Декабрь, и рвай, и феврай. Остыли реки, и земля остыла, Но я замерзнуть не боюсь. Это в городе я все хрустила, Это в городе я все хрустила, А за городом змеюсь, смеюсь, смеюсь. И уносят меня, и уносят меня, Змеящую в снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, Декабрь, и льва, и феврай. Доброй родницы, Беларусь. Доброй родницы, Беларусь. Доброй родницы, Беларусь.